Здравствуйте, ребята! Инсайдеры продают. Оказывается, генеральный директор крупнейшего в мире управляющего активами снова начал продавать. Последний раз он делал это в 2020 году, прямо перед коронавирусным крахом. Сегодня мы с тобой обсудим поведение денег на фондовых рынках, ужесточение кредитной политики ФРС, важнейшую неделю первого квартала 2023 в плане доходности крупнейших компаний Microsoft, Google, Amazon и так далее. Именно их отчетности на этой неделе могут привести к большой волатильности на рынке. А затем я покажу тебе ряд инсайдерской информации, которую ты больше нигде не увидишь. По большей части речь идет о фондовом рынке, но учитывая корреляцию других рынков с ним, происходящее там может отражаться и на остальных рынках, в том числе и на криптовалютном. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк, давай наберем хотя бы 2000 лайков. Это очень поможет каналу, а мне поможет находить мотивацию для создания новых видео. Итак, руководитель крупнейшего инвестфонда в мире продает акции. Оказывается, Лэри Финг, генеральный директор BlackRock, снова начал продавать свои позиции на рынке. И это действительно одна из тех вещей, на которые нужно обратить свое внимание. Потому что он не продает часто, но когда он продает, рынки, как правило, падают. Посмотри на историю, он продавал в 2020 году, как раз перед тем, как первые коронавирусные локдауны обвалили рынки. Он также продавал в июле 2020, в ноябре 2021, и последняя его продажа была 18 апреля 2023 года. Собственно, биткоин тоже с этого дня падал. Как говорит сам Гургавин, Обычно продажи Лэри Финка приводили к тому, что рынки падали примерно на 30%. Я не уверен, что все будет настолько радикально на этот раз, но ты должен знать, что крупный инсайдер продает прямо сейчас, а значит, мы должны вести себя осторожнее на этом росте фонды и биткоина. Давай поговорим о настроениях людей на рынке. Здесь речь идет о настроениях розничных инвесторов. Мы видим, что большинство людей в замешательстве, ведь нейтральное отношение к будущему движению цен находится на одном из самых высоких уровней в истории. Мы также видим здесь, что по сравнению с началом марта, в апреле люди стали менее медвежьими в отношении следующих шести месяцев и заодно немного более оптимистичными. Это хороший признак. Такая динамика настроений обычно означает, что большинство трейдеров сейчас приближаются к состоянию успокоения, то есть люди перестают испытывать эмоции страха, неопределенности и паники. Мы видим эту тенденцию и на индексе VAX, или же индексе волатильности, который недавно падал ниже 17 пунктов. Однако давай перейдем к трем самым важным вещам, которые происходят с рынками прямо сейчас. И первое – это ФРС США. Итак, ФРС фактически поддерживала рынки с момента коллапса СВБ банка и Credit Suisse. Теперь, как ты видишь, они снова продолжают свою политику ужесточения, после того, как некоторое время заливали банки деньгами, что, как ты помнишь, в том числе привело и к росту биткоина до 30 тысяч долларов. Этот график учитывает целую кучу каналов межбанковской ликвидности. И ты можешь увидеть, что мы только что достигли нового минимума с марта этого года. Нужно отметить, что этот график всегда отстает от движений курсов на фондовом рынке. Так что, если рынки в конце концов будут расти выше, а этот график межбанковской ликвидности продолжит обновлять низы, это будет очень сильным аргументом в пользу медвежьего нарратива в этот момент. Я обязательно буду давать тебе обновления по этому графику у себя в Телеграме. Ссылка на него в описании. Подпишись, там много всего полезного и интересного. Давай перейдем к тому, чего хочет Федеральная резервная система США и что они на самом деле получают. Что такое голубые фишки? Это акции самых крупных и ликвидных компаний. Противоположностью им являются мусорные акции. Либо же акции малоизвестных компаний, которые стоят копейки, но могут дать сотни и даже тысячи иксов. Из такой категории нас интересуют Fallen Angels или же падшие ангелы. Это компании, которые некогда обладали высоким кредитным рейтингом, но затем утратили его. Их обычно покупают, если верят, что компания сможет вернуть свои прежние позиции. Теперь посмотри на эту диаграмму. Мы видим, что количество падших ангелов сейчас растет самыми быстрыми с 2020 года темпами. Голубые фишки превращаются в падших ангелов. Это означает, что корпоративные облигации превращаются в мусор, а многие банки перестают выдавать кредиты. Происходит ужесточение кредитной политики. Прямо сейчас. И многие компании без этих кредитов начнут ощущать боль уже в ближайшее время. Запомни это, пожалуйста. Сейчас происходит ужесточение кредитной политики. Нам пригодится это совсем скоро. На самом деле, именно этого добивается ФРС США. И я ожидаю, что в ближайшие 6-12 месяцев многие малые предприятия, которые являются убыточными, просто-напросто умрут. Поэтому среди мелких частных компаний произойдет всплеск банкротств. И мы уже видим его. Мы видим всплеск банкротства частных компаний. Это синяя диаграмма. Публичные компании пока банкротятся неохотно. Но посмотри, вот эта черная диаграмма. Прямо сейчас. Показатель банкротства публичных компаний все равно находится на самом высоком уровне с конца 2021 года. В целом, среднее число компаний, подающих заявление о банкротстве каждую неделю, довольно сильно растет. И сейчас это самый высокий показатель с 2019 года. И это говорит нам о том, что нас ожидает значительный крах целого ряда компаний. Высокие процентные ставки плюс невозможность рефинансирования из-за того, что банки отказываются кредитовать, выведут из строя многие компании. И я ожидаю, что это сильно повлияет и на экономику. Однако именно этого и добивается ФРС США в своей борьбе с инфляцией. Малый бизнес, как ты видишь на этой диаграмме, тоже испытывает проблемы кредитования. Банки просто-напросто не выдают им кредиты. И мы видим здесь скачок количества таких компаний. И такого числа компаний с трудностями не было с конца 2010 года. То, что мы видим на этом графике, обычно происходит в очень опасной близости к рецессии. И если мы посмотрим на этот график, то он действительно может объяснить, что происходит сейчас. Это средняя доходность S&P 500 в период рецессии. Благодаря ему можно понять, в каком периоде находится фондовый рынок сегодня. Сначала кривая доходности резко становится крутой, а затем падает. Мы прошли этот период после коллапса нескольких банков США. Далее идет период Credit Titans или же кредитное ужесточение. Помнишь, я просил тебя запомнить это? Потому что мы его наблюдаем сейчас. Мы находимся в начале этого периода. Затем, конечно же, начинается период First Fed Cut. То есть первое снижение процентной ставки ФРС США. К этому мы еще не пришли. Дело в том, что здесь ФРС США и рынок расходятся во мнениях. Чиновники ФРС говорят, что мы не будем снижать ставки до 2024. Наоборот, нужно их еще повышать. Но при этом рынок же ожидает несколько раундов снижения процентной ставки к концу 2023. Так что же на самом деле произойдет дальше? Я думаю, что многое зависит от того, насколько плохим для ФРС станет этот график. Мы видели, что ВВП США страдал от политики федеральной системы. Но теперь у нас случился банковский кризис. А сегодня еще и ужесточение условий кредитования. Все эти события начнут отражаться на реальной экономике с задержкой. Что должно привести к тому, что больше людей, вероятно, будут уволены. А меньше людей будут наняты на работу. Что приведет к снижению ВВП США. Нам даже не нужно было ждать заявления ФРС о том, что они уже ожидают умеренную рецессию. Мы видим это по статистике. Нашли ли мы дно рынка? Есть несколько причин сказать «да», но есть несколько причин сказать «нет». И если говорить о биткоине, пока он выше 200-недельной среднескользящей, он находится на территории бычьего рынка. Но сейчас обрати внимание на этот график. Это поток активов в фонды денежных рынков. И мы видим, что в последнее время происходит огромный скачок потока денег в эти фонды. Когда этот график достигает пика и начинает свой разворот, рынок начинает новый бычий рынок. Пока что разворота, как ты видишь, и близко нет. И я думаю, что в этом году. Это один из самых важных графиков, за которыми нужно следить. Но тебе даже и следить не нужно. Достаточно лишь подписаться на канал, и я сам тебе все покажу, когда будет обновление информации. Как только начнется разворот, ты первым об этом узнаешь. Помни, мы следуем за тем, что они делают, а не за тем, что они говорят. И это станет еще более понятным, когда мы посмотрим на потоки денег на рынке прямо сейчас. Итак, давай поговорим о корреляции компонентов S&P 500. Слабая корреляция обычно предвещает беду. Что же здесь происходит? Мы видим ослабевание корреляции во время роста S&P 500. То есть большинство компаний падает тогда, когда S&P 500 растет. Что это значит для нас? Как это понимать? Если мы посмотрим на это более детально, то увидим, что процент компаний, которые превосходят индекс S&P 500, находится на таком низком уровне, которого мы не видели с 1999 года, перед вот этим коллапсом рынка. На самом деле моментов, когда процент опережающих индекс компаний был настолько низок, можно на пальцах пересчитать. Это видно вот на этом графике. И сейчас мы находимся вот на таком низком уровне, как в начале 2000-х, 70-х, 55-х и, наконец-таки, в 29-х, когда была Великая Депрессия. Вывод очень простой. Своему росту S&P 500 обязан всего нескольким компаниям. И знаешь что? Эти компании уже на этой неделе, с 24 апреля по 28 апреля, выпустят отчеты о доходности Microsoft, Amazon, Google. Именно поэтому эта неделя так важна. Некоторые из этих компаний были лидерами роста последние несколько месяцев, как мы с тобой разобрали. И представь, что будет, если эти отчеты окажутся хуже ожиданий. Да произойдет падение S&P 500, потому что он обязан этим компаниям своим ростом. Он растет только за счет них. Но давай перейдем к еще одной проблеме, которая меня сильно беспокоит. Это очень низкая волатильность, которая понижается, как ты видишь вот здесь, на фоне роста S&P 500. Мало того, что она низкая, так она еще и падает постоянно. Эта статистика показывает нам, что S&P 500 вырос на 5% за 90 дней, а историческая волатильность упала на 50%. Это говорит нам о том, что что-то здесь явно не так. Это похоже на затишье перед бурей. И это странно, ведь как мы видим на этом графике, 2023 год стал лучшим годом для стратегии «Покупай каждое дно». Кроме этого, 2023 год стал 14-м лучшим годом в истории в плане роста рынков перед сезоном отчетности компании о доходах. Таким образом, мы наблюдаем на рынке не что иное, как стремительный рост с огромными ожиданиями. Но пока что компании, которые уже успели отчитаться, Tesla и Netflix, разочаровали. Так, например, доходы Tesla упали на 20% по сравнению с прошлым годом. Ты должен понять, что эта неделя, заполненная отчетностями различных компаний, фактически становится проверочной. И проверит она не только этот рынок, но и весь год. Каким будет этот год, решит эта неделя. Ну а закончить я хочу интересной статистикой, которая показывает производительность S&P 500 сразу же после сезона отчетности. Спустя неделю, две недели, месяц, два месяца, три месяца, шесть месяцев и, наконец, 12 месяцев для каждого отдельного квартала. Как мы видим, спустя неделю после сезона отчетов о доходности крупнейших компаний для первого квартала в 22% случаев S&P 500 находится ниже до сезонных уровней. Спустя шесть месяцев только в 33% случаев рынок находится выше до сезонных уровней. Итак, ожидаем сезон доходности, сезон отчетов крупных компаний уже на этой неделе, с 24 по 28 апреля. Это очень-очень важно, ведь это повлияет на рынки. Ну а меня зовут Богатейший Ди, увидимся с тобой в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok